Пророк Великие мужи донесли до нас все ее постулаты Из уст в уста, от учинителя к ученику С дозволения Всевышнего Аллаха Сегодня мне хотелось бы поведать вам историю Большого ученого Большого ученого времен рассвета ислама Этот ученый — иман, факих, мухаддис, мучтагид мутляк Абу-Юсуф Якуб ибн Ибрахим аль-Ансари Родился Абу-Юсуф в 113 году Хиджры С детства мальчики были заметны острый ум, смекалка, удивительная память и тяга к исламским знаниям Один из прадедов Якуба был сподвижником пророков В одном из походов пророк, заметив бесстрашие и доблесть в этом юноше, спросил у него «Как тебя зовут?» Он ответил «Меня зовут Саад ибн Хабда» И пророк сказал «Да счастливит Аллах твоего деда» И погладил его по голове Впоследствии Абу-Юсуф рассказывал «Я почувствовал благословение руки пророка на нашем роде» В детстве Абу-Юсуф рос в бедности Отец отдал его подмастерьем к одному из портных на рынке И он зарабатывал один дирхам Один дирхам в день Каждый день мальчик убегал с работы на уроки в мечеть В то время в мечети преподавал великий ученый Абу-Ханифа-ан-Нурман Видя какие вопросы задает мальчик, он увидел в нем острый ум И увидел в нем большое будущее Портной жадовался отцу Якуба, что он убегает с работы И отец отправился в мечеть забрать своего сына Подошел к шейху и сказал «О, шейх, мы люди небогатые, оставь моего сына в покое Пусть работает, зарабатывает, учится профессии» Абу-Ханифа сказал ему «Знаешь, если он, твой сын, хорошо усвоит то, что я обучаю Он будет есть пастилу с фисташковым маслом» Подобная сладость была в диковинку И ее мог позволить себе только богатый человек Отец не понял смысла сказанного Абу-Ханифой Забрал своего сына из кружка И сказал ему «Сынок, этот шейх питается только поджаренным хлебом» Имея в виду, что Абу-Ханифа богатый человек Абу-Юссов послушался своего отца и отправился на работу Через несколько дней Абу-Ханифа заметил, что смышленый парень Якуб Не появляется на уроках Он отправился к его отцу и спросил «Сколько зарабатывает твой сын?» Отец Абу-Юссуфа сказал «Мой сын зарабатывает один дирхам в день» Абу-Ханифа сказал «Я дам два дирхама, только пусть он посещает мои уроки» Так Абу-Ханифа вернул Абу-Юссуфа к знаниям По прошествии долгих лет Уже после смерти Абу-Ханифы Кады Абу-Юссуф ибн Ибрагим Сидел за обедом и дружеской беседой с халифом всех мусульман Харуном Ар-Рашидом Халиф сказал «О шейх, попробуй сладость, которую нам привезли издалека Это пастила с фисташковым маслом» Абу-Юссуф попробовал, улыбнулся И Харуном Ар-Рашид спросил у него «Почему ты смеешься?» Он ответил «Когда отец пришел меня забрать с кружка Абу-Ханифы Абу-Ханифа ответил ему «Если твой сын хорошо усвоит мои уроки Он будет есть пастилу с фисташковым маслом» И вот это время пришло Абу-Юссуф прожил полезную и насыщенную жизнь Наполнил исламский мир знаниями фикха Он отличался феноменальной памятью Услышав всего лишь один раз Он мог запомнить 50-60 хадисов Со всеми цепочками их передатчиков Присутствующие с ним вместе на уроке Сверяли свои записи после ухода учителя С памятью Абу-Юссуфа Абу-Юссуф учился у Абу-Ханифы 17 лет Также он учился у других больших шейхов Среди которых Мухаммад ибн Абу-Лейла Хишам ибн Урва, Аль-Амаш и другие Он первый, кто объединил степень Ичтихада в знаниях и судейства Прослужив на посту Кады 16 лет Его должность называли Кадыль-Кудат Судья всех судей И Абу-Юссуф был таким человеком, который назначал судей в других провинциях Наверное, это послужило причиной тому, что ханафитский масхаб более распространен, чем другие правовые школы Он написал много трудов, к сожалению, до нас дошли лишь немногие Среди которых Китабуль-Харадж, Аль-Атар и другие книги Многие ученые отзывали с добрым словом об Абу-Юссуфе Сам Абу-Ханифа, когда его ученик заболел, пришел навестить его И сказал, если умрет этот юноша, умрет самый знающий на этой земле Имам Ахмад ибн Ханбал говорил, первый от которого я записал хадисы был имам Абу-Юссуф Яхья Аль-Бармаки сказал, к нам пришел Абу-Юссуф И самое меньшее, что было в нем, это фикх И этим фикхом он заполнил все от востока до запада Абу-Юссуф был праведен, любил знания и религию Передается, что он ежедневно постился и соблюдал больше 200 ракаатов молитвы ежедневно Даже находясь при смерти, он не переставал передавать исламские знания Умер Кады Абу-Юссуф Якуб ибн Ибрагим в месяц Раби-Ахир 182 году Хиджры, прожив 69 лет и был похоронен на севере Багдада Последними его словами были такие слова О Аллах, ты знаешь, что если я судил между двумя из твоих рабов, то я делал это ненамеренно Я старался судить тем, что соответствовало твоей книге и сунне твоего посланника Когда же я сомневался, я возвращался к мнению Абу-Ханифы О Аллах, возвыв положение великого имама Абу-Юссуфа и посели его в высочайших садах Альфердауса Амин Жазакум Аллаху Хайран Субханакаллахуми Бихамдик Ашадан Ла Иллахалян Тастахфираквату Булейк Ассаламу Алейкум Варахматуллахи Ва Баракяту